Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на открытии 5-го Московского международного фестиваля эндоскопии и хирургии. Давайте друг друга поприветствуем. В этот замечательный зимний день, когда такой чудесный транспортный коллапс, не все смогли доехать. Я верю, что смогли доехать наши коллеги из самого далека, из Владивостока, из Камчатки. Давайте поприветствуем тех, кто приехал сегодня. Наши гости из Тбилиси и Тбилиси. Давайте поприветствуем всех, кто приехал издалека. У нас сегодня настоящая замечательная зимняя погода. И я хочу сказать, что очень много в хирургическом мире происходит различных событий, мероприятий. Наш уважаемый директор института, главный хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, Амиран Шатайович Ревишвили, директор института Вишневского, открывает сегодня вместе с министром здравоохранения конференцию постсердечно-сосудистой хирургии. И поэтому мы записали обращение Амирана Шатайовича к участникам нашего фестиваля. Давайте мы послушаем слова директора института хирургии Министерства здравоохранения. Пожалуйста, обращение Амиран Шатайовича. Доброе утро, уважаемые коллеги, гости, все участники Пятого международного фестиваля эндоскопии и эндоскопической хирургии, который проходит ежегодно в стенах института хирургии Министерства здравоохранения. Организацию, реставрацию нашего конференц-зала. Впервые этот фестиваль будет проходить стенах института плеханного. Ну, конечно, мастер-классы и все операции пойдут от операционных института хирургии Вишневского. Шесть дней, очень большая программа. И надо сказать, что она насыщена, безусловно, только операционными. Операции, которые будут проводиться, ну и, безусловно, интересными лекциями, демонстрациями, прежде всего открыты дискуссии между участниками и выдающимися специалистами-модераторами, которые приедут из разных стран Европы, Америки и Китая. Эдоскопическая хирургия сегодня, живут к печени, поджелудочные железы, то, что раньше активно демонстрировалось, пропагандировалось с трибуны из операционных нашего центра, сегодня добавляют запросы урологии, это будет впервые. Пройдут обязательно встречи с ведущими специалистами мира в области эндоскопической хирургии. И надо сказать, что лучшая молодежная работа будет отмечена специальная премия в этом году. Но не забывайте, особенно это касается нашей молодежи, что не только хирургии, не только лекционный процесс, но и во второй половине дня вы можете посетить и посмотреть нашу великую столицу, а также поучаствовать в днях фестивалей, которые не посвящены именно хирургической деятельности. Я хочу больше поздравить Югенея Старкова и Седвисайну Джентуханову за прекрасную организацию и предыдущие конгрессы. Я надеюсь, с этого конгресса они вложили свое душу и сердце в эту работу и сделали на самом деле это мероприятие в фестивале. Не только медицины, хирургии, мелодийной хирургии, которая безусловно семейными шагами внедряется не только в нашем центре, но и в многие центры нашей страны и мира, и безусловно за ней в будущее. Я хочу вас сегодня поздравить с открытием международной конференции и пожелать вам успехов и хороших шести дней, которые вы вместе проведете с нами в наших стенах, в стенах рестудования хирургии Вишневска. Добрый день. Спасибо большое, Анатолий Анатольевич, за добрые слова и напутствие. К нам стремились и президент Российского общества хирургов Игорь Иванович Затевахин, и генеральный секретарь Андрей Владимирович Федоров, и Сергей Иванович Емельянов, президент Ассоциации эндоскопических хирургов России. Но из-за транспортных сложностей, многие едут из-за города, они доберутся, я думаю, позже, и тогда, наверное, мы сможем с большим удовольствием выслушать их напутствие и добрые слова нашему фестивалю. Ну, а сейчас я хочу еще раз вас всех поприветствовать. Мы будем считать, что наш фестиваль открытым, будем считать. Я с большим удовольствием предоставляю слово программному директору фестиваля. Давайте его приветствуем, Сергей Сайдин. Дорогие друзья, от именем комитета и всей команды фестиваля, большая часть которой сейчас находится в Институте хирургии имени Вишневского, я хотела бы поприветствовать всех участников Пятого Московского международного фестиваля эндоскопии и хирургии. И я хочу сказать, что программа Пятого фестиваля претерпела значительные изменения. Мы постарались внедрить очень много всего нового в этом году, и каждый день буквально вас ждут интересные события. Сегодня торжественное открытие фестиваля. Завтра вас ждет торжественное мероприятие «НДПС-2018», которое впервые в этом году мы организовали в рамках Пятого фестиваля. Это мероприятие будет направлено в основном на ваше общение с нашими экспертами, с организаторами фестиваля, ну и, конечно, между собой. В рамках этого мероприятия вас ждет технологический симпозиум, технологии будущего, что мы должны знать сегодня. Если вы хотите приятно провести время и находиться на пике топовых современных технологий, обязательно приходите на это мероприятие. В среду впервые в рамках фестиваля организованы параллельно две конференции. Конференция по внутрипросветной гибкой эндоскопии, это хирургия подслезистого слоя, и конференция по лапароскопической хирургии рака желудка и толстой кишки. В этот день также впервые мы проведем тренинг на биомоделях. В четверг, в день по гернеологии, пройдет учебная специализированная сессия, которая, конечно, в основном соберет учащихся. Но интересно, она будет не только для ординаторов, аспирантов или студентов медицинских вузов, но и для любых врачей, поскольку эксперты этой сессии поделятся как своими советами, так и своим опытом. Приходите в четверг на образовательную сессию. Эта сессия впервые будет проходить полностью на английском языке, но с сикронным переводом. В пятницу, в день бариатрической хирургии, четыре ведущих бариатрических хирурга нашей страны продемонстрируют показательные операции. И в этот же день будет организована видеосессия из самых лучших отобранных видео, присланных нам в конкурсе на лучшие видео по различным направлениям минимальной вазивной хирургии. В субботу впервые организован день по эндоскопическим технологиям в урологии. Также хотелось бы сказать, что в рамках учебной сессии впервые учреждена награда за лучшую научно-практическую работу среди ординаторов. И целью этого проекта было стимулировать научную деятельность среди молодых врачей. Я хотела бы также сказать, что каждый день в конце дня вас ждет сессия, которая называется «Вопрос эксперту». Эта сессия направлена на особое направление этой сессии, это ваше интерактивное участие в этой сессии. Через мобильную версию нашего сайта, который также впервые на пятом фестивале, теперь уже у нас есть, вы можете отправлять свои вопросы в течение дня. Эти вопросы в панельной дискуссии будут обсуждаться, и наши эксперты каждого дня будут отвечать на ваши вопросы. Я желаю нам всем плодотворной, успешной и интересной недели. Спасибо. Спасибо большое, Света Исаевна. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, я думаю, что мы приступим к реализации нашей программы. Сегодня я приглашаю сюда в президиум наших уважаемых профессоров Елины Алексеевны Ганжелло, Кирилла Вячеславовича Шишина, Виктор Викторович. Вам тоже нужно подняться к нам, Виктор Викторович, пожалуйста. Да-да, поднимайтесь, пожалуйста, к нам в президиум. У нас, конечно, вы знаете, организовать фестиваль всегда бывает не очень просто. В этом году, видите, так получилось. Виктор Викторович, присаживайтесь вот сюда, например. В этом году, видите, мы проводим наш фестиваль не в институте Вишневского. Многие знают, что там грандиозная реконструкция. К сожалению, это бывает все очень непросто завершить ремонт и реконструкцию. Поэтому мы приняли решение, перенеся один раз наше мероприятие на февраль, провести его здесь. Зал так замечательный, прекрасный. Я думаю, здесь нам будет достаточно комфортно и уютно. А наша замечательная техническая служба сможет обеспечить великолепный показ видео и звука из института, из операционных института сюда, в зал Конгресс-центра Вашенковского института. В проблеме всегда бывают изменения. У нас сегодня в гостях один зарубежный эксперт, профессор Бандари, не смог по ряду обстоятельств нас посетить. Это профессор из Портсмута. У него есть замечательный мастер-класс по гибкой эндоскопии. Но он постарается и прочитает свою лекцию из Портсмута нам сюда. Я думаю, связь будет достаточно хорошей и будет слышно и видно. У нас в гостях эксперт из Польши. Сейчас Анна Козловская находится в операционной. Мы, когда включимся, то увидим и познакомимся с ней. Я тоже еще ни разу не встретился. Из-за транспортных проблем она сразу приехала и сразу подняли в операционную. Итак, я думаю, не нужно представлять. Все знают, кто у нас в президиуме сегодня находится. Елена Алексеевна, Виктор Викторович, Кирилл Вячеславович. Кирилл Вячеславович, я тогда предоставляю вам слово с вашей замечательной лекцией. Вы открываете фестиваль. Кирилл Вячеславович возглавляет эндоскопическую службу Московского Ножного Тренического Центра, бывшего института гастроэнтерологии. Пожалуйста, Кирилл Вячеславович, ваша лекция. Кирилл Вячеславович, нашу лекция. Перестан. Кирилл Вячеславович.